добрый вечер друзья сейчас я хочу вам рассказать об очень интересной ситуации которая наконец-то вот лично для меня она вызвала в какой-то такую ощутимую конструкцию которую я могу донести до вашего зрения и слушания но больше даже слушания ситуации вот чего касается многие вопросы задаются по поводу мавзолея в котором лежит владимир ленин точнее я сделал ошибку просто ленин потому что там написано ленин там не написано что владимир ильич ульянов тире или скобки ленин это просто ленин и почему-то его столько времени не хоронят совершенно не ясно почему собственно такой вопрос встает у людей у всех у меня тоже такой вопрос остановился и именно поэтому я вам сейчас и докладываю результаты своих обмыслений этого вопроса дело в том что положили ленина туда в мавзолей в момент создания советского государства то есть это 20-е годы когда собственно и был создан союз советских социалистических республик и возникает вопрос а откуда был взят такой культ чтобы положить лидера государства в какую-то коробку и поддерживать его святость тело тело такой знаете нетленность тело точнее на протяжении многих моих лет откуда был взят такой культ если вроде бы на тот момент советское государство открестилось от церкви то есть от религии вообще как бы у нас получилось светское конституционное государство и везде декларировалось что у нас церковь отделена от государства и что церковь и религия у нас даже под запретом какое-то время было я не помню сколько это лет продлилось но было откуда взялся такой культ вы сами посудите что какая-то общность людей вот например в наше время мы существуем объяты не только государственной практикой законами там всем остальным это само собой разумеется я кстати всегда стою за государство и на этой основе против всех остальных попутных движений я вообще никогда не поддерживаю никаких революционеров там переворотчиков почему потому что государство должно быть крепким и должно быть единоначальным нельзя внутри него внутри яблока под именем государства держать еще кучу червяков которые внутри поедают его называясь коррупционерами и инакомыслящими с точки зрения данного конкретного государства поэтому государство это святое а все остальное может воплощаться в каких-то ситуациях по поводу мысли но типа скажем так научной или вот как сегодня мы с вами живем типа религиозный вот кому-то нравится например религия я их не осуждаю это их право и это их такая знаете какая-то сторона жизни в которой им хорошо вот например я же вижу глаза люди заходят в храм им там хорошо для них это по какой-то причине требуется им хочется этого как-то впитывать смотреть на это вот это их право это примерно то же самое когда какой-то культуролог или человек которому нравится искусство стоит перед картиной который написано там каким-то известным или неизвестным художником и впитывает в себя красоту каких-то образов которые на нее нанесены или то же самое что мы слушаем свою родную какую-то группу который нам нравится и впитываем ее звучание текст и все такое прочее это потребление искусства но а искусство происходит от слова искусственное поэтому музыка картина и даже вот например те же писательские работы которыми я занимаюсь это все искусственное и оно точно такое же искусственное как и та же самая церковь религия в том числе и государству потому что есть у нас государственные служащие которым нравится отправление государственных всех этих течений то есть это все в пределах нормального сообщества пределах всей этой нормальной жизни так вот чтобы слушать своего бога в церкви мы должны понимать что существует церковь с ее ритуалами и вот когда мы видим эти ритуалы мы подключаемся к ним и впитываем эту ритуальную символику в себя подключаемся к ритуалам и становимся не только зрителями но и изготовителями этой самой ритуальной вот такой вот оберточка если мы видим например какую-то группу свою мы понимаем что вот мы становимся ее поклонниками или участниками либо выходим на сцену вместе с этой группы в качестве какого-то музыканта либо в качестве болельщика ходим на ее концерты слушаем также это все и футболе и везде то есть сначала должно быть явление а потом должно поклонение этому явлению показаться и вот странным является что 20-е годы начало 20-х лет советское государство только начинает строиться объявляет что это новая абсолютно система потому что впервые было социалистичка государство построено как нам говорили всегда ленин был первым кто построил это государство то есть до него этого всего не было Значит, у этого того, чего не было, не было и никакой ритуалистической направленности. Ну, красное знамя здесь не в счет, почему? Потому что это проявление определенного древнего ритуала, ну, например, кому нравится, пожалуйста, солнце, например, или, если уж точнее, то красное знамя обозначает простой народ, которому и была отдана вся привилегия власти. Поэтому уничтожили всех белых, белый цвет на флаге, которые, как говорится, мешались в этом случае под ногами, они просто были изгнаны или убиты. Ну, и остались там еще синие, которые забирали все продукты этой государственной деятельности, и как вот наши олигархи сегодня, они тогда все это отправляли за рубеж в свои страны, которые и сделали этот самый советский проект. Так вот, возникает вопрос, откуда же советские лидеры того времени взяли символику положения Ленина мертвого в мавзолей, чтобы он там лежал многие-многие годы? Ну, конечно же, все из вас буквально сейчас мне ответили вот так через кадр о том, что, ну, во-первых, у нас есть святые мощи в каждой церкви, почти в каждой церкви, это христианская символика. Во-вторых, возвращаемся к тому же Христу, но глубже, что его тоже похоронили, и он вместо того, чтобы истлеть, он воскрес через три дня из своей гробницы и восстал. Это все тоже христианская символика изначальная. Далее, если мы в выдуманный Древний Египет опускаемся, то там есть гробницы в виде тех самых огромных пирамид, в которых тоже была камера царя или царицы, то есть там хранилось это самое тело, и нам все говорят, что вот если в такую пирамиду положить кусочек мяса, то он не портится какое-то большое количество дней, месяцев или даже лет. Это все говорит, что если в пирамиду положить человечка, которого настигла смерть, то его мясо, мясо, то есть это мощи, плоть, не будут портиться долго-долго-долго. Вот вам весь этот масштаб всех этих знаний. Дальше, конечно, перед тем, как все это мы проанализируем, мы вернемся вот к какой ситуации, что, естественно, мы с вами знаем, что Древний Египет – это выдумка 17-19 веков, не раньше, не раньше. И Древний Египет, он был построен на символике той, которая должна была управлять народами через посредство истории. То есть в историю были введены характеристики Древнего Египта, историки разнесли все это на все народы, и теперь все народы отдают свое внимание и свою психическую энергию тому самому явлению этого Египта. В результате получил, что мы знаем все о Египте, едем туда посмотреть, а Египет обратной связью через солнце сжигается до тла, и вообще там уже скоро, я не знаю, просто жизнь будет невозможна, потому что весь мир туда направляет свою энергию внимания, психическую энергию внимания. Тот, кто, как говорится, не верит в эту психическую энергию внимания, просто считайте, что это энергия электромагнитная, которая направляется именно вниманием туда, как это делается, например, на томографе, на всяких вот этих вещах. То есть это процессы, которые физические, управляемые и абсолютно реальные. Никакой фантастики в них нет на сегодняшний день, может быть, потом появится или была когда-нибудь. Так вот, раньше, раньше тоже это же все было. Если мы вспоминаем под Новгородом, под Великом, есть такой моментик, он, кстати, постепенно исчезает из общего пользования, потому что, допустим, 10 лет тому назад проблем никаких не было, чтобы найти этот моментик такой религиозный, религиозный уже по-старинному, по-языческому. Сейчас уже наши великодушные врожки, они уже все это подтирают, и мне вот просто даже интересно, найдете ли вы этот момент, который я озвучу. Этим моментом является могила Рюрика. Она располагается под Новгородом, она существует до сих пор, если, конечно, в последнее время ее не заровняли. Там интересное внутреннее убранство. Знаете, входа внешнего нет, форма – это перевернутый купол, кладка такая, что ее нельзя открыть, кирпичная каменная кладка, что ее нельзя открыть, взяв несколько там камешков, потому что она разрушится тогда полностью. У нее каждый камень является замком для предыдущих. Ну и в центре этого такого кургана находится небольшое отверстие, примерно таких размеров, не знаю, не видел сам, ну, каких-то вот таких по описанию, через которые можно послушать, что там будет в этом самом куполе, подземном вот этом курганчике таком. Когда бросают туда монетку, то слышно, как она ударяется о каменный пол, и звук достаточно такой эхообразный. Вот это могила Рюрика, и по преданиям там похоронен как раз Рюрик. Именно под Великим Новгородом. Можете поискать, если найдете, пишите в комментариях. Я буду рад, что она до сих пор существует. И фишка-то здесь вот в чем, что этот курган, который тоже достаточно далеко от нашего времени по официальной хронологии существовал. Если мы вспомним, например, скифский курган, еще какие-то курганы, мы вспомним китайские пирамиды, мы вспомним французскую пирамиду, в которой похоронен тот самый Христос, ну и так далее. Этих пирамид навалом, навалом. Если мы вспомним любые такие аналогичные строения, как, например, те же самые дольмены, ящики каменные, в них такое отверстие, знаете, как колонка, сабвуфер, который дает только низкие частоты, то вот тогда мы и потихоньку начинаем приближаться к идее разгадки этого самого положения в мавзолея Ленина. Дальше я не буду разбирать очень тщательно все эти времена, они в данном случае неинтересны. Просто эта система позволяет переключать все народы, которые находятся в округе действующего саркофага, она позволяет переключать их на те самые нижние частоты, когда человек приближается к предельно земным интересам. То есть низкие частоты – это не то, что там они какие-то плохие, нет. Но когда у вас, например, дома греют батареи, это тоже низкие частоты, инфракрасные частоты, которые вам отдают тепло. Так вот, смысл в том, что все высокие частоты, они забираются управляющими центрами, Солнцем. Вот сейчас будет М1, раньше забирала полярная звезда. Что такое забор высоких частот? Вы все прекрасно знаете. Если мы, например, берем и изобретаем фонарик, он светит на низких частотах. Он освещает нашу реальность, мы в ней делаем свои какие-то моменты жизни. Если мы хотим придать этому фонарику особенные какие-то свойства, мы повышаем действие его частот световых и выбираем из них такой диапазон, который специфический. То есть это будут какие-то высокие частоты, смены чего-то, какого-то параметра. Там не обязательно электрического, там могут быть какие-то механические. И в результате из фонарика мы делаем лазер. Этот лазер начинает пробивать целые стены или какие-то делать отверстия в различных там моментах. Вот это уже называется в нашей концепции Солнцем. И эта модель уже приобретает специфические свойства. И для того, чтобы сделать специфический инструмент, как правило, как всегда точнее, нам нужно собирать именно высокие частоты с различных генераций. Нижние частоты, если их собирать, то для них как раз созданы те самые пирамиды, те самые другие культовые сооружения, которые смотрят мордой вниз, мордой в землю. Теперь те люди, которые занимались радиотехникой, вы меня теперь прекрасно поймете. То есть это не мое открытие, это давно уже все описано по поводу древнего Египта, что пирамиды, вот такие сооружения, смотрящие мордой вниз в землю, и там в земле находится вот такое место, где находится эта камера царя, что пирамиды эти являются рупорными антеннами и рупорными излучателями одновременно, потому что и антенна на прием, и антенна на излучение – это одно и то же устройство. Тоже те, кто в музыке или в радиотехнике занимался, вы все это прекрасно знаете. Так вот, эти штуки, пирамиды, они с одной стороны, как работают динамики, вы все прекрасно знаете. Здесь идет портал такого сбора какой-то энергии, ну, например, как раньше было, говорили в такие рупора намотанные, это был микрофон, помните, когда записывали еще на восковые все эти валик, а в том месте, где идет запись, там идет концентрация этого всего звука, накала, всей этой, ну, не амплитуды, но как бы силы звука, и вот этой силой звука процарапываются эти дорожки на моменте записи. Вот раньше было так, и эти рупорные считыватели, они собирают всю эту энергию в своей голове. Сегодня это магнит, это или электромагнит у наших звукоизлучающих устройств, то есть у динамиков. А раньше это были какие-то, ну, вот такие светящиеся штучки, типа одного глаза гора, который стоит сегодня на банковской купюре в один доллар в Америке. Ну, примерно, это чтобы вы понимали картинку всего этого. И постепенно вся эта ситуация, собираемая всей этой пирамидой, она как раз туда и восходит, к этому одному глазу, и он начинает светиться. Чтобы вы понимали широту, широту использования этого образа и вообще этой механики, я вам назову вот какие вещи. Первое, старое, то есть это вот то, что к нам первым дошло, это маяки. Все маяки, они работают именно по этой причине, и смысл их изначально был такой, чтобы люди, которых в виде трупов выбросили в море, помните тогда все эти древнерусские обычаи, что в лодку покойника хоронили, и лодку отправляли туда, в море. Вот так, например, отправили Ягу покойную по западной Двине, и она в Балтийское море вышла в районе Риги. Вот те самые маяки, которые стоят в каком-то месте, их ставили раньше для того, чтобы души вот этих усопших, отправленных в море, чтобы они нашли место, куда им причадят к земле, ну и там что-то с ними произошло хорошее. То ли бы они были направлены на перерождение, то ли, если они вдруг недостаточно умерли, могли высадиться там и прожить какое-то время. Это как бы была такая ситуация защиты от неправильной констатации смерти. Вот примерно так, потому что люди, ну, всегда впадали в какой-то сон, анабиоз. Почему смерть иногда и все чаще в древности называлась успением? Потому что человек усыпал, а вот насколько он мертв, это вопрос уже другой. Отсюда пошли все эти понятия с литургическим. Сном лето литургический. Это смертельный сон, это сон. Вы понимаете, смертельный сон, то же самое успение Богородицы и всех остальных там различных. Все это вот из той традиции. Поэтому, когда мы возвращаемся к основам этого момента с Лениным, и мы понимаем, что есть сказка «Спящая царевна». Фишка этой сказки в том, что есть царевна, которой на роду было написано, что она будет уколота чем-то или как-то отравлена, и она умрет, но умрет литургически. То есть, как бы этот сон будет смертельным для нее, но при условии волшебного стечения обстоятельств она будет воскрешена и станет вот таким Богом, который воскрешается. Я вам уже говорил, что настоящее имя такое христианско-иудейское, то есть библейское, этой самой спящей красавицы – это Сатана, а по-русски это Солнце. Корень – сад, сол и тому подобное. Это корень, который обозначает свет. Нет, всегда это было. И началось вот это воскрешение. Оно началось как раз с Христа, с Солнца, тогда, когда и было сделано это самое Солнце. То есть, смысл-то его был вот такой. И природа воскрешалась, и воскрешается то же самое. Также абсолютно раз в год. Весной она воскрешается, а осенью умирает. И так происходит каждый год на нашей Земле. Это один из биоритмов нашей планеты. Так вот, продолжаем дальше. Вот отсюда, из всех этих древних, околоязыческих, околохристианских верований, которые в этой части сходятся и все одинаковые, происходит и заимствование того самого образа положения мертвого, спящего литургическим сном Ленина вот в эту капсулу. А теперь давайте посмотрим, в чем же фишка-то вообще всего этого. Я вам исходы и исконы этого явления показал, а теперь давайте посмотрим, в чем фишка. Дело в том, чтобы настроить, например, гитару или какой-то другой музыкальный инструмент на какой-то лад, чтобы правильно играть на нем. Ну, например, вы знаете, что для альта, такой низкой скрипки, является альтовый ключ, для скрипки есть скрипичный ключ, для баса басовый ключ, ну и так далее. Для разного инструмента, для правильной его настройки, чтобы он правильно вписывался в гармонию окружающей его музыки, в которой он будет звучать, нужен свой ключ. Свой ключ. И вот если вы правильно по этому ключу настраиваете этот самый конкретный инструмент, то он звучит правильно во всей музыке. Если мы берем наше общество человеческое как такой оркестр, как такой оркестр, у меня, кстати, образование второе, это дирижер-хоровик, то есть дирижер народного хора. Когда мы берем эту ситуацию, наша задача, во-первых, правильно настроить инструменты, а ключей таких очень много, ну там, допустим, чуть меньше десятка. Самое главное, чтобы для каждого инструмента мы правильно подобрали ключ, раздали правильный диапазон и правильно записанные ноты в этом ключе, потому что ноты записываются в определенном ключе, свойственном для определенного инструмента, а для барабанов там совершенно другой ключ и совершенно другая нотная грамота. Потом люди эти начинают правильно настроенные играть, и они создают тот самый оркестр, через который создают гармоничную, правильно звучащую пьесу, какой-то концерт. То есть живет этот оркестр по правильным своим законам. Все, получаем продукт, правильный, абсолютный. Вот так же наше человеческое общество, когда его правильно вот такими вещами аналогичными настраивают, то оно живет правильно в определенной, опять же, гармонии. Вот теперь мы переходим к самому ключевому моменту. Вопрос состоит в том, как правильно общество настроить на правильную гармонию. Если мы берем восточное общество, то вы без меня знаете, что там кругом пентатоника. То есть люди до сих пор живут в каменном веке, они даже не подозревают, что в сегодняшнем веке существует 12 нот, они все время играют только на пяти, поэтому у них называется пентатоника, то есть пять тонов. Причем это не семь белых нот, а это именно пять черных нот, что всегда меня удивляло, потому что пять черных нот создать можно только после того, как народ узнал 12 черно-белых нот. После этого, как только октава будет разделена на 12 участков, из нее выбираются определенным образом те самые пять черных клавиш, перенося их на пианино, и вот тогда создается пентатоника. В этом смысл пентатоники. Так вот, пентатоника – это последнее изобретение управления, и она совершенно не древняя ситуация, наоборот, пентатоника показывает, что это молодая музыка, совершенно неправильная по отношению к музыку. Правильная музыка – она как бы древняя музыка, она вообще без тонов. То есть вот то, что говорят, есть горловое пение, вот это в принципе в чем-то древность, когда люди еще не соображают насчет того, что музыка состоит из нот. Они рычат или поют одну ноту, и она, эта одна нота, считается у них музыкой. Ну, это, как говорится, хозяин-барин. Так вот, ситуация управления людьми, она сводится к этому. Как настроить общество на правильный лад, на правильном ладу использовать это самое общество? Вот для этого и нужны мавзолеи, пирамиды и всевозможные вот такие культовые постройки. Дело в том, что фишка-то состоит в том, что они обладают вот такой энергией, как обычные микрофоны, про которые я вам вначале сказал. Кто говорит, вот допустим, там басист какой-то записал, вот такой голос и получился в записи. И все потом, кто слушает, говорят, ой, какой хороший Каруза, я условно говорю, как он хорошо поет. Почему? Да потому что Каруза записывал эту запись. Вот что он спел, вот то все и слушают. Других никого не допустили. Или просто других никого не было. Кто как понимает эту ситуацию. Вот так и получается. Что вот в эту камеру, камеру царя в пирамидах или в нашем мавзолее положишь, вот то и начинает звучать на весь окружающий регион. Мы положили Ленина. Нас тогда в советское время водили туда посмотреть, на дедушку Ленина. Вот он лежит. Мол, ты понимаешь, что он как раз задает тебе тон. Вот тебе звездочка сюда, галст сюда. И мы были такими детьми ленинцами. Это и было излучение матрицы нашего советского государства на весь народ, который в нем и был. Мы всегда видели своего бога, а он был реальным богом в то время. Он был поставлен в место библейского того, как бы, в том числе и Христа. И когда нам говорили, что в Советском Союзе нет бога, на самом деле все это было вранье. Советский Союз был построен полностью до 1943 года иудейским, а после 1943 года православным. Вот эта вся религия, она была по-другому принесена человечеству. Чтобы не было никаких вот таких икон по домам, были иконы на всевозможных зданиях, изображения Ленина, изображения различные, скульптурные, всех, кого надо было изобразить. И, естественно, у нас был культ ленинизма, и, естественно, этот культ транслировался из всех памятников ленинских статуй, ленинских изображений, звездочек и всего возможного везде. И он, этот ленинский культ, когда еще сам бог лежал в могиле, и мы всегда могли его посмотреть, мы все время видели в трансляциях с Мавзолея. Все государственные акции, все проявления государственной высшей власти всегда шли на ступеньках этого Мавзолея. Это все то же самое, что было и до советского периода, и, наверное, останется в будущем. А если брать русскую какую-то советскую символику, такого полевого назначения, то это курганы славы, на которых вверху находится тот самый огонь, и, опять же, это та самая пирамида, у которой светился глаз гора, теперь светится как раз вот тот самый вечный огонь. Символика одна и та же. У нас, кстати, называется в Москве Александровский сад, где горит этот огонь, вечный огонь. А на старых картах вы найдете Александровскую арку. Арка – это гроб, которая посвящена Александру, и которая находится, знаете, где? К западу от Новгорода, примерно вот там, в тех местах. Может быть, это, кстати, арка Александра Невского, условного, конечно, человечка, который, может быть, и был тогда, может быть, его и не было. Но память о нем вот как раз в том месте осталась. Возможно, она, эта арка, привязана к моменту того самого кургана Рюрика. Просто дело в том, что это настолько неточная карта, хотя спасибо за то, что хотя бы она есть, что она очень интересна именно тем, что есть такая арка. Аркой я еще раз скажу, что это могила. И вот таких проявлений, проявлений такого культа, их очень много. Заключается, еще раз я констатирую, вот что. Заключаются они все в том, что что положишь туда внутрь, что положишь, то и будет записываться этой аркой, ну, допустим, там кто-то играет, кто-то поет, кто-то что-то говорит, и передаваться на все население, как радио, как телевидение, как определенные записи, что угодно. Все, что передаваемо любым вот таким путем. Раньше это были какие-то посланцы с депешами царскими, сегодня это посланцы, которые являются нам через радио и через телевизор. Ну и, наконец, чтобы покрыть территорию завоевания такими тяжелыми, низкими вибрациями, как в христианстве и в других библейских религиях, нужны были вот эти все объекты. Такими объектами у нас является церковь. Поэтому, когда говорят, что в Москве нужно построить 200 храмов, это все из этой ситуации. На Москву, как большое количество скоплений народов, нужно именно такое большое количество ретрансляторов церквей, которые и в определенном своем диапазоне, в низкочастотном, на частотах этой бесконечной смерти, бесконечной жалости, бесконечной угнетаемости, они и транслируют систему такого совокупления народа, чтобы народ был таким единым каким-то собранием. Ну и последнее, что я хотел бы сказать в этой ситуации, что я понимаю, конечно, труп лежит там, это плохо, но ситуация, она очень интересна тем, что если теоретически, конечно, убрать Ленина из мавзолея и вообще убрать все мясо, которое лежит в аналогичных постройках и убрать мощи, которые лежат в церквях, то низкочастотный мир, в котором мы с вами обитаем, со своими телами и со своим бесконечным нытьем, что нам так хреново, он развалится и перейдет на более высокие частоты кто-то, а кто-то вообще уйдет туда в тину. И это будет неуправляемой реакцией. Поэтому это с точки зрения управления плохо, управления власти, и это приведет как бы к неуправляемым каким-то другим ситуациям. Они, например, складываются, ну, вот в таких вещах, как недавно было землетрясение в Турции. Это некие такие отголосы такого управления. Как только вера во что-то на большой территории пропадает, ну, допустим, я опять же условно говорю, вот Эрдоган собирался пойти на выборы, и он собирался идти на них, чтобы так намеренно победить. Потом что-то сделали с населением, и у них пошатнулась вера в Эрдогана. Шатание этой веры, оно отразилось на всем этом, ну, сколько их там миллионов человек в этой Турции, и в результате немножко колыхнулась земля. Ну, конечно, физику это не заменяет, не заменяет, но спусковым крючком может все это являться. И, скорее всего, является. И у нас так же, и погода туда же, как я вам всегда говорил, что это психосоматические явления, эти погодные процессы, и американские все эти смерчи, это все тоже оттуда же и оттуда же. Поэтому, если мы хотим перейти к лучшему миру, к высокочастотному, как вот сейчас все говорят, высокочастотный, высокочастотный, то нам нужно убрать низкосоставляющую концепцию из нашего мира. Все эти, знаете, храмы, которые, храмы в кавычку, конечно, храмы, которые построены на мощах покойников. Это нужно убирать. И покойников нельзя вообще ни показывать, ни демонстрировать. Никаких икон не должно быть, никаких, но вообще ничего не должно быть от покойников, кроме как нашей памяти. А наша память постепенно их забывает, они уходят образами своими туда в древность, и все как бы смывает река времени, такая канализационная река в этом смысле. И вот, допустим, у мусульман в этом отношении сделано правильно. Иконы запрещены, образа запрещены, и они с каждым поколением забывают всю эту покойную тучку. А у нас сейчас, по всему остальному миру, как бы все эти покойники рулят своими светлыми ликами. И я считаю, что это не совсем правильно с точки зрения, например, тех же наших детей. Вот детей подводишь и говоришь, вот этот мертвый умер тысячу лет там назад, вот поклоняйся ему. Но это не совсем правильное. Живые должны общаться с живыми, а мертвые должны уходить в мир мертвых. Ну и последнее, уж заключительное такое, как бы навесок. Дело в том, что у нас сегодня есть еще одна система управления, которая заменила собой те самые церкви, и которая все больше и больше переключает на себя внимание. Это тот самый интернет, который заходит не так, вот как раньше, одна церковь на район или на село, и всех она оккультуривала. А интернет сегодня заходит даже не в каждый дом, а в каждого человека, да по много раз через каждый мессенджер. И вот в этом случае интернет формирует само управление в виде церкви. Почему сейчас началась такая опала против, так скажем, интернет-лидеров, ну, допустим, того же, этого американца, вспомнить, потому что он влияет на какие-то соседние села, и он стал неудобным для своего американского правительства. И я думаю, что в будущем у нас именно интернет станет тем самым изливанием определенного бога, в котором, в котором, в богу, в этом, в боге, будет формироваться свой специфический стиль управления, и через который будет управляться все наше население. Как, например, сегодня это сделали с помощью госуслуг, или сделают с помощью различных чипов, этих, QR-кодов, различных, ну, всего, что только можно. Вот прежде, например, сто лет тому назад было сделано в виде раздачи паспортов. Сегодня это вот так, вот таким образом. Я думаю, что персональный контроль за каждым человеком будет только усугубляться, частоты будут все ниже и ниже, и в итоге, вот когда многие меня спрашивали, а как же вот некоторые видят, что на нашей земле было много цивилизаций, они друг друга сменяли, и как бы одна уходила куда-то неизвестно куда, а другая нарождалась. А вы теперь представьте, что сначала у нас было язычество, люди были эфемерные, низкие частоты были достаточно высокими для нас сегодняшних, тогда это были низкие, для сегодняшнего дня это вообще высокие-высокие. И люди были эфемерными, то есть они обходились без питания, без еды, без всего остального. Поэтому в сказках никогда не говорится, что он там чего-то делал, где-то пахал, где-то сел, такого вообще нет. Как правило, герои сказок как бы существуют, но они ничем не занимаются, кроме как там иногда друг другу устраивают какие-то узбучки, ну а самый главный герой всегда ходил к Кащею, как я уже сказал, забирал свою эту невесту, красоту необыкновенную, которой и называют эту самую Ягу не бабка, а именно самая большая красавица в мире. В мире. Читайте внимательнее сказки, там все это написано. Ну а самое главное в этой концепции то, что когда спускаешься уже на библейский уровень, тогда появляются новые низкие частоты, которые уплотняют наши тела настолько, что мы получаем вот такие тела, какими мы облачены сегодня. И если это пройдет дальше, то уже в интернет-времена мы будем сидеть, скорее всего, у телевизоров, как это показано в фильме суррогатой, наши частоты будут еще ниже. Ну и итог-то какой? Вы сами понимаете, что чем ниже частоты того существа, которое является живым, тем оно больше камню. И вот те скульптуры, которые мы сегодня после древних цивилизаций иногда находим, такие, знаете, очень человекоподобные, они, возможно, и остались после тех уцелевших людей, которых Женин застал на тех низких частотах, у которых все обменные процессы закончились, которые стали фактически мумиями, поэтому с них уже начали делать мумии, которые уже постепенно начали размачивать высокими частотами, и они начали оживать и транслировать наш вот этот мир. То есть все идет к тому, что человек превратится в камень. Планета наша окаменеет на каком-то периоде, и потом следующий оборот всех этих событий, круг этих событий, я уже говорил, 259 лет, это целый круг вот этих наших превращений в полном круге всех превращений, таких четыре стадии, всего с пограничными явлениями со всеми 1024 года, то есть, грубо говоря, один килобайт всех этих управленческих поворотов. Вот так, так, вот устроена вся эта трансляция со всеми этими массивными, массивными объектами, которые лежат в мавзолеях, и самое интересное, опять же, вот берем те самые рупора, пирамиды, то есть, которые есть в Египте, там сначала в камере царя или царицы лежал царь или царица, да, тогда вокруг Египта жили люди, и цивилизация процветала, как только убрали оттуда царя с царицей, остался только камень, и камень этот начал транслироваться на весь Египет, в Египте, что произошло, весь Египет зарос песком, занесло песком, и никто не знает, кстати, откуда пески берутся, вот опять очередной научный фильм вышел в каком-то источнике, я видел его по телеку, что опять начали изучать эти самые пустыни типа Сахара, и никто не знает, откуда берутся пески, я вам уже говорил, что пески это тела умерших жителей, которые жили на этих территориях или рядом в предыдущие времена, и вот новая моя гипотеза, которую я только что изложил, она как раз подчеркивает, что я в том варианте был прав, и все это зацикливается именно на этом, что мы сначала как дух такие, знаете, воплощаемся, потом идет эра нескольких уплотнений, и приходит все это к каменному такому варианту, я думаю, что теперь вам понятно, если вдруг, не дай бог, из нашего мавзолея кто-то уберет Ленина, то государство, народ точнее, может исчезнуть, превратиться в определенных не мумий даже, а в каких-то каменных жителей, мы можем вот так остаться, как некогда это было сделано в том самом Санкт-Петербурге, помните, я говорил, что там было построено для каменной жизни город, что там жили камни, а не люди, это вот как раз об этой стадии и был мой тот фильм. Наблюдаем за событиями, я думаю, что мы теперь успокоились по поводу Ленина, пусть себе лежит, кому нравится, не нравится, дело не в этом, он нам дает, как бы это ни казалось странным, физические тела, в которых мы привыкли с вами рождаться и жить. Редактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова